В Чебоксарах стартовал международный кинофестиваль. В его программе заявлены как ленты известных мастеров кино, так и картины, снятые региональными студиями. За главные призы в обоих конкурсах поборются 24 фильма. С их создателями и членами жюри познакомился Дмитрий Ковалев. Участников фестиваля и членов жюри буквально искупали в овациях. В Чебоксарах кино любят. Это отметил и известный режиссер Александр Прошкин. Его картина «Холодное лето» 53-го в этом году открывала кинофорум. Когда ты вот чувствуешь, что вот тебя уже зал ведет, ты уже забываешь о своем ощущении, ты уже зависим от эмоций зала. От традиций организаторы не отступают. Старт фестивалю его программный директор дал при помощи кинематографической хлопушки. Конкурсные показы уже начались. В программе игровых картин в этом году заявлены 9 работ. География участников 11-го по счету фестиваля бьет рекорды прошлых лет. В этом году за призыв Чебоксарского кинофорума будут бороться картины из Монголии, Южной Кореи и даже Австралии. Большинство фильмов представят их создатели, режиссеры, сценаристы, актеры. Среди них и обладатели статуэта коня. Актер Михаил Сиворин на фестивале представляет картину «Скоро все кончится». До приезда в Чебоксары он успел познакомиться и с работами других участников кинофорума. Говорит, что организаторы подобрали сильную программу. О взаимоотношениях, о дружбе. Вот об этом, как бы, я надеюсь, все фильмы. Ну, я какие-то уже видел. Там «Турецкое седло», «Голова, два уха». Ну, и в ближайшие пять дней буду смотреть то, что не видел. Возможность посмотреть те картины, которых, к сожалению, нет в таком масштабном прокате – это счастье. Поэтому я буду эту неделю впитывать как губка. И, думаю, буду одна из тех, кто будет очень добрым членом жюри. Чебоксарский кинофестиваль открывает путь на экран картинам, которые в широком прокате не покажут. Количество участников конкурса этнического и регионального кино увеличивается из года в год. В этот раз в программе фильмы из Якутии, Бурятии, Башкортостана и Чувашии. Сейчас все как-то вдруг стали говорить о том, на всех фестивалях вообще, как интересно кино регионов российских, как это удивительно, как это необычно. Это здесь началось. Вот это, то, что сейчас так модно и популярно везде, это началось здесь. Отдельная страница кинофестиваля – показы документального кино. Картина «В поисках истины» – дебютная работа Екатерины Ершовой. Она выступила режиссером, продюсером и художником. Этот фильм я ранее нигде не представляла. Второе – это, конечно же, посмотреть то, что сейчас снимают молодые режиссеры, то, что сейчас в тренде, и, конечно же, пообщаться. И как с жюри стараться, да, познакомиться с участниками, это молодые режиссеры и актеры. Кинопоказы и творческие встречи пройдут не только в столице региона. На большом экране фестивальные фильмы смогут увидеть жители Шумерли, Канаша, Мариинского посада и АллатРа. Михаил Игнатьев отметил, что и сам уделит время, чтобы посмотреть конкурсные картины. Одному из участников вручат специальный приз от главы республики. Наши ожидания ежегодно превосходят. Мы рассчитываем на одно количество зрителей, а по факту получается у нас намного больше. Кому достанутся статуэтки о ней, станет известно уже 25 мая. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.